МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, действительно, государство заботится о своих гражданах и предлагает варианты помощи в приобретении собственного жилья. Это может быть покупка квартиры с использованием средств материнского капитала или в рамках программы военной ипотеки. Если можно, немножко поподробнее о программе «Материнский капитал». Кому доступно это предложение и кто может стать его участником? Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей с двумя и более детьми. С 1 января 2015 года размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. И эти средства можно направить на разные цели. На обучение детей, на копительную пенсию матери и на улучшение жилищных условий. И, как показывает статистика, большинство семей предпочитает использовать средства материнского капитала, направлять их именно на решение вопроса с жильем. А как относится к этой программе банки? Можно ли использовать средства материнского капитала, приобрести квартиру в ипотеку? Да, практически все банки работают с материнским капиталом. И эти средства можно направлять как на первоначальный взнос, так и на частично досрочное погашение ипотеки. Что все-таки выбирают молодые родители, ведь это серьезные средства и вложения в будущее детей? Да, Антон, вы совершенно правы. Предпочтение большинство семей дает все-таки новостройкам. Но все-таки большое значение будет иметь место. И здесь лидером реализации материнского капитала является жилой комплекс цветы. Это идеальное место для семей с детьми. Почему? Это микрорайон, где есть практически все. Это детские спортивные площадки, современные детские площадки. Это развитая инфраструктура. Это существующий, действующий детский сад. И в ближайшее время начнется строительство школы. Сам микрорайон, он расположен в экологически чистом районе. Это имеет большое, зачастую принципиальное значение для многих семей. Мамы молодые могут погулять с детьми в Щелковском хуторе и в ботаническом саду. Но и в самом микрорайоне просто царит атмосфера семьи. Люди отмечают вместе жители праздники. Здесь дружат семьями, дружат дети, дружат родители. Действительно ли материнский капитал чаще всего используют для улучшения своих жилищных условий и приобретения жилья, мы узнали управляющего отделением Пенсионного фонда России по Нижегородской области Владимира Тарасова. Знаете, результаты впечатляющие. За 10 лет мы выдали более 162 тысяч сертификатов на материнский и семейный капитал. И мало того, более 72 тысяч уже воспользовались полностью этим капиталом. На что тратят? Основная масса, конечно, 96-97 процентов. Это на улучшение жилищных условий. Единственное, что еще скажу очень хорошую цифру, более 40 миллиардов мы выплатили семьям на приобретение или покупку жилья за эти 10 лет. Рассчитывать на материнский капитал сегодня могут те семьи, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или был усыновлен второй, третий и последующие дети. С начала действия программы в 2007 году размер субсидий вырос более чем на 80 процентов, 250 тысяч до 453. При том, что средняя стоимость квадратного метра жилья по Нижегородской области подорожала менее чем на 14 процентов. Эти данные мы отобразили в нашем графике. Синим цветом выделен рост размера материнского капитала, красным стоимость квадратного метра. Очевидно, что с каждым годом при помощи государства приобретение своего собственного жилья становится все более доступным. Цифры это доказывают. Материнский капитал удобно, то, что можно добавить, скажем так, для приобретения жилья. То есть это удобно, даже как переначальный взнос использовать. В принципе, для молодых семей это очень важно, особенно сейчас. У меня двое детей, Федора и Мирослава. Материнский капитал мы получили в этом году, пока он у нас еще лежит. Но мы, наверное, будем покрывать им ипотеку, остаток ипотеки. Здесь цветок, да? Да, здесь. Нам здесь нравится. Здесь действительно очень приятно для малышей находиться. Много площадок, есть чем заняться с детьми всегда. А как насчет программы «Военная ипотека»? Эта программа рассчитана на поддержку военнослужащих. Данная ипотека принципиально отличается от классической ипотеки тем, что пока военнослужащий состоит на военной службе, его ипотечный долг гасится из-за средств федерального бюджета. Поправьте меня, если я не прав. По военной ипотеке можно приобрести жилье только в готовом доме или нет? Нет. Военнослужащий может по своему выбору приобрести как готовое, так и строящееся жилье. Но строящийся дом, он должен быть обязательно аккредитован в Росвоенной ипотеке, чего принципиально не требует готовое жилье. А что нужно для этой самой аккредитации? Нужно исполнить ряд требований. При этом эти требования распространяются как на строящийся объект, строящийся дом, так и на самого застройщика. Но если говорить кратко, строящийся объект должен иметь высокую степень готовности. А застройщик должен подтвердить свою надежность в соответствии действующему законодательству. Какова же официальная статистика в программе военной ипотеке, насколько она актуальна и востребована? Послушаем мнение нашего следующего эксперта, руководителя общественного приемного комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации в Нижегородской области Сергея Васильева. Обеспечение жильем всегда актуально. Сейчас каждый военнослужащий, заключивший второй контракт на три года, может претендовать на участие в этой военной ипотеке. При этом размер общей ипотеки, на что может придавать военнослужащие, 2 миллиона 400 тысяч на сегодняшний день. Это практически все погашается государством. Достаточно много молодых офицеров этим воспользовались и стремятся участвовать в этой жилищной ипотеке. Светлана Владимировна, мы поговорили сегодня о тех, кто попадает под программу материнского капитала, военной ипотеке. А как бы тем, кто под эти государственные программы просто не попадает? Есть ли какие-то предложения, доступные для более широкой аудитории? Да, конечно, есть. И для тех, кто не попадает под государственные программы, есть специальные ипотечные программы от банков. Например, это популярная программа «Молодая семья» от Сбербанка. Она доступна семьям, в которых хотя бы один из членов семьи младше 35 лет. Другой крупный банк, ВТБ, он предлагает программу «Люди. Дело» для работников государственных и коммерческих организаций. Есть программа для многодетных семей от государственного предприятия Нижегородской области НИКО. И эта программа на снижение стандартной ипотечной ставки для именно многодетных семей. Варианты для покупки жилья предлагают государство, предлагают банки. А есть ли какое-то предложение от самих застройщиков? Да, Антон, конечно, есть. И что касается нашей компании, то мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Мы разрабатываем различные специальные предложения и бонусы. Например, сейчас у нас действует ряд акций, в рамках которых можно приобрести готовую квартиру в жилом комплексе «Цветы» на специальных условиях. Что это за условия? Это может быть подарок кухонный гарнитур. Это может быть на выбор скидка на приобретение парковки, скидка до 100 тысяч рублей. Или скидка на приобретение квартиры до 300 тысяч рублей. Очень неплохой бонус. Светлана Владимировна, спасибо вам за интересный разговор. Спасибо большое, Антон. До свидания. С каждым годом приобрести собственное жилье становится все проще. Поддержку предлагает государство, банки и сами застройщики. Главное внимательно изучить все предложения, среди которых найдется наиболее выгодный вариант покупки собственного жилья. Это была программа «План Горда». В студии был Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова